Седьмой день Ранним утром следующего дня я выдвинулся по традиции в сторону РТ, чтобы глянуть нет ли там чего интересного. Надо сказать, что я там практически прописался уже. И честно, мне уже начинает надоедать этот редтаун. Надо бы найти новое место. Например, там у взлётки. Но сперва я обчищу этот, а там видно будет. Осмотрев локацию с лутом, я двинул по дороге, разбивая бочечки да обшаривая коробочки с мусором. Мало ли найду обрывки чертежей. Это очень полезная финтифлюшечка. Опа, самолётик. Ну давай, птичка, снеси-ка мне яичко. Снесла. Довольно далеко, но думаю доберусь. ПОМЧАЛИСЬ! Вот я и на месте. Осмотрюсь на случай незваных гостей. Кажется, всё чисто. Так, что тут у нас? Компьютер и всякое барахло. Что-то какой-то бомж edition airdrop мне выпал. Ну ладно, продолжу путешествие. Тут у нас на вершине имеется постройка, вся из металла. А рядом что-то за забором стоящее. Надо запомнить, лишним не будет. Ну что, друзья, уже вечер, надо возвращаться домой. Пробегу мимо того редтауна, может, чего появилось. Я, конечно, мог бы и по ночам бегать, но вам будет плохо видно. А бегать светлячком и ждать пульку в голову желания нету. Поэтому бэньки. Итак, уже девятый день. Мой план состоит в следующем. Я сейчас ни свет ни зря отправляюсь в сторону взлётной полосы и построю там домик, который буду использовать исключительно для временного хранения и переплавки ресурсов. Ну, я уже почти на месте. Вижу тут два дома. Я бы, конечно, не стал так в открытую строиться прямо у порога редтауна, поскольку, учитывая посещаемость такого типа объекта, думаю, эти домики долго не простоят. Ну, ладно, это их дело, но это моё мнение. Я уже, в общем-то, пробежал взлётку, и там особо ничего интересного найти не удалось. Ну, может, пара-тройка десятков обрывков чертежей. Ну, так. Интересно то, где я сейчас стою. Я стою прямо между аэропортом и большим металлическим шариком. И думаю, это самое идеальное место для постройки домика для сбора ресурсов. Зову Азмодана Верлорда, чтобы прикрыл, пока буду строить, да и заодно пусть ресурсы пособирает их на этой поляне множество. Видимо, рядом поселившиеся игроки не особо часто собирают камушки. Думаю, домик готов. Ставлю спальник, оформляем склады, пойду гляну окрестности. Так, вижу, у нас имеются соседи. Здание серьёзное. Видать, они нашли ворота, а вот со стенками пока никак. Ладно, уже вечер, завтра продолжим. Поставлю пока печки, да начну плавить, что настукал днём. Ночью я добежал до аирдропа, и вот что мне попалось. Вот таким должен быть, как по мне, любой аирдроп. Ну или не хуже. Наконец-то я заполучил болтовку. Уже днём я решил посетить тот самый шарик. Короче, я забрался в него, полутал чуток, ничего прям суперполезного не нашёл, и решил забраться повыше. Ну и вот. Не получилось. Хорошо, я поднялся, думаю, пора отсюда сваливать. Ну блин, я, сука, настолько уже привык к этому шару, что мне начало казаться, что его дно лежит на земле. А то, что он поднят стойками на приличной высоте, мне что-то невдомёк, и внимание... Ну ничего, хорошо, что мой дом рядом. Пойду заберу вещи. Придя в домик на поляне, я первым делом подумал, «Твою мать, меня что, зарыдили?» Но подойдя ближе, оказалось, что это сраные баги. Отлично, прикиньте, если бы я стоял на улице, это был бы не мой дом. Такое дерьмо нужно исправлять, товарищи разработчики. Ладненько. Выплавив все ресурсы, я решил отнести их в мой основной домик. И тут слышу, аирдроп опять летит. Мои действия координирует моя жена, поскольку, пока я выкладывал ресурсы в доме, она следила за сбросом посылочки. И, как вы видите, посылочка-то совсем рукой подать. Добегаем до места, стоп. Оценим ситуацию. Два игрока, оружие, луки, но в инвентаре могут быть и самодельные дробовики. Их двое, а значит, выстрела, если они их возьмут, будет тоже два. Меня вполне реально убить. Переговоры вести, думаю, бессмысленно. Лишение принято. И мы срубили, так скажем, джекпот, два человека и один аирдроп. Забираем все самое полезное и идем домой. Хороший день. И, пожалуй, пару слов, друзья, про одиннадцатый день. Значит, проходил этот денек в стандартном режиме, я добывал ресурсы, ничего не намечалось интересного, но придя вечером в мой перевалочный домик, я слышу, что на улице кто-то ходит. И как только этот кто-то услышал, что я дома, он затаился. Все понятно? Меня пасут. Судя по шагам, там один человек. Попробую объяснить ему, что на частную собственность лучше не посягать. Опять из-за лагов я стрелял и двигался на расслабоне. Думаю, что передо мной голый мужик с луком, а оказывается на нем просто не прорисовалась одежда. Ладно, победа за нами. Забираем полезные вещи. Судя по наличию шприцов, игрок имеет дом и вышел лишь для того, чтобы проверить редтауны. Теперь моя точка засвечена, и использование ее дальше не вижу возможным. Уходим домой. Уже в районе нашего поселения я запустил горнодобывающую установочку, чтобы она поднасобирала мне металла высокого качества. Вот так. Ну что, друзья, вот дожив до одиннадцатого дня, я вынужден с вами пропрощаться. Надеюсь, вам понравилось. Давайте не скупитесь на подписочку, да на репостик этого видосика. А следующая часть будет финальной, поэтому, как говорится, не переключайтесь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok